Священник Николай Балашов, еромонах Нафанаил Судников. Для Слова Божия нет уз. 2 Тимофей 2.9. Православный христианин в тюрьме на свободе. Издание 2, дополненное. Барнаул, 2010 год. Страница 382. Управляющий Ишимско-Сибирской епархией. Свидетельство. Настоящим свидетельствуется, что православный лагерь «Стан» для христианских детей, освященный в честь священномученика Климента Анкинского, относящийся к церковным общинам РПЦЗ, Хрестово-Звиженское города Барнаула и Свято-Анфимовское села Потеряевка, имеет на свое существование и богоугодную деятельность архиерейское благословение, что и удостоверено подписью и печатью. Епископ Евтихий, 27 июля 1995 год. Псалом 33, 12. «Придите, дети, послушайте Меня, страху Господню научу вас». Матфея 19, 14. «Но Иисус сказал, пустите детей, и не препятствуйте ей приходить ко Мне, ибо таковых есть Царство Небесное». Сирахов 31, 1. «Кто любит своего сына, тот пусть чаще наказывает его, чтобы впоследствии упутешаться им». Притча 13, 25. «Кто жалеет розги своей, тот ненавидит сына, а кто любит, тот с детства наказывает». Заголовок. Копия письма прокуратуру Алтайского края. «Было установлено, что православный детский трудовой лагерь в поселке Потеряевка Мамонтовского района предназначен для отдыха детей, верующих в Бога. Нахождение в лагере осуществляется на добровольной основе согласия родителей и на основании устава, действующего на территории лагеря. В соответствии с христианской верой имеют местное наказание, которое не носит характер мучений и истязаний, а имеет чисто символический характер в воспитательных целях. Лишение права купания, дополнительной работы, несильные удары ложкой по лбу, сеткой овощкой, либо растением, лопухом и т.д. Прокурор Мамонтовского района, советник юстиции В.Г. Сухов, 08.08.95 года, номер 27G95. Псалом 77, стих 3.6. «Что слышали мы и узнали, и отцы наши рассказали нам, не скроем о детей их, возвещая роду грядущему, славу Господа, и силу его, и чудеса его, которые он сотворил. Он постановил устав в Иакове и положил закон в Израиле, который заповедал отцам нашим возвещать детям их, чтобы знал грядущий род, дети, которые родятся, и чтобы они в свое время возвещались своим детям». Заголовок «Шесть ударов в колокол». Возвести ли, что в лагерь Стан в деревне Потеряевке прибыли гости? Правильно, эта детская организация называется «Христианский православный детский трудовой лагерь Стан в честь священномученика Климента Анкирского». Откуда происходит название? Мне рассказали, что епископ Климент, живший в 313 году от Рождества Христова, много страдал в своей жизни за веру. Но главный его подвиг – спасение детей. Когда наступил голод, язычники стали в прямом смысле выбрасывать детей на улицу. А он всех их собирал под свое крыло, спасал от смерти, как подобает настоящему христианину. В принципе, то же самое делается сегодня и в Потеряевке, христианским проповедником и начальником первого религиозно-детского лагеря в крае, Игнатием Тихоновичем Лапкиным. Здесь воспитываются в основном дети из бедных семей. После 23 лет нелегального и легального существования, эта детская организация получила, наконец, официальный юридический статус. На чем основаны жизнь и воспитание детей в Лагеристане? По уставу все подчинено вере в Бога, в любви к Богу, уважению и подчинению родителям, старшим, воспитателям, а также ежедневному труду в не менее 4 часов в день, причем всем без исключения. По мнению Игнатия Тихоновича Лапкина, нынешние дети – это потерянное поколение. Детям телевизора интересно все вокруг, неинтересно лишь они сами себе. По существу он занимается духовным ростом детей. Внутренний мир молодого человека, его душа питается здесь истоками счастья. Хотя в истории лагеря было немало драматических страниц. В годы гонений дети вскрывались в землянках, но сегодня речь о другом. Трудно понять за один день, как находит путь к сердцам людей Игнатий Тихонович. Вероятнее всего, души людей раскрываются ему благодаря тому, что живет сам без лжи, постоянно трудится и милосерден на деле, хотя и строг. Есть в уставе деревенский общинный пункт, запрещающий на территории деревни включать бесовскую рок-музыку. И в этом есть свой смысл. Не случайно ученые делают много заявлений о разрушительном влиянии рока на организм человека, особенно молодого. Если у кого-то возникнут мысли о скучной жизни в лагере из-за битости детей и при таком образе жизни, то он ошибается. Имеется в селе виде магнитофон, с помощью которого можно смотреть программу духовного содержания. Дети впитывают святое, чистое, безгрешное. Конечно, когда проходит сезон, дети разъезжаются по городам и селам и видят жизнь настоящую со всеми ее пороками. И от этого не уйти. Но по ответам детей я поняла, что здесь, в лагере, закладывается такой мощный потенциал веры, который помогает им не растерять себя и, по крайней мере, учит отделять хорошее от плохого. В доме священника отца Иоакима на втором этаже расположена читальная, для всех потеряются. Здесь религиозные книги. Но община получает газеты и журналы. Дети читают все книги по школьной программе. Община деревенская входит в состав крестовоздвиженской общины города Барнаула. Игнатий Тихонович Лапкин говорит, что в общине много молодежи, которая обучается в высших учебных заведениях. Два студента в это лето работают на строительстве жилья в Потерявке бесплатно. Так пожелали, утверждают они. С чем же заняты мальчишки? Скучать не приходится, говорят Павел и Максим. Дрова собираем, пилим. Это наша основная обязанность. А девочки учатся шить, штопать. Но отдых времени тоже хватает. Дети купаются по несколько раз в день в местном пруду. Маленькие в лягушатнике, умеющие плавать в открытом море. Есть у них две лодки, две лошади. За лето почти все приобретают навыки верховой езды. Учатся рисовать. Хочется и поозоровать. Кто же в действии не покорял вершины деревьев? Как не запрещай, мальчишки остаются мальчишками. В колке за селом есть могучие деревья, которые обследовали взрослые на прочность. А теперь сюда приводят воспитанников. Лазай, как обезьяна по дереву, кричи, как тигр. Разрешено все. Эмоции выплеснулись наружу. Жизнь продолжается в спокойном русле. Начальник лагеря говорит, что за 23 года в лагере не заболел ни один воспитанник. Ходят дети по ягоду, заготавливают лекарственные травы, выращивают сад-огород, что разбит на неудобицах. А растущая вокруг изгороди дикая крапива в человеческий рост напоминает об этом. В огороде порядок, как у самой добросовестной хозяйки. На трех гектарах земли, принадлежащей лагерю, все меньше остается ямок, рытвен. Каждую дети вместе с начальником засаживают пасынками ив. И дерево начинает расти. Экологическое воспитание занимает одно из ведущих мест. Наверное, каждый слышал тревожную информацию об истощении запасов пресной воды на планете. Слышал и забыл. А здесь дети знают, что именно поэтому надо экономить питьевую воду и зря ее не расходовать. При пользовании бани существует норма расхода воды для мальчиков и девочек. Дети с огромным интересом постигают жизнь живой природы, наблюдая, как стрепят в небе, замерев, высматривают мышей, как паук искусник плетет паутину, а ласточка уничтожает вредных мошек. За два года, что мы не были в Потеряевке, многое изменилось в лагере Стане. Построено пять новых келий. Если раньше они располагались в палатках, то теперь строения сделаны основательно, под шифер. Потолок в келье выложен из тесанных толстых ветвей ивы, тщательно подогнанных друг к другу. Лагерь может вмещать до 80 детей. Но этим летом здесь отдыхают только 20. За лагерь плата небольшая. Половину детей приняли вообще бесплатно. Но дорога обходится недешево. Меня спросили в другом селе. Знакомы ли дети из лагеря Стана с Марсами и Сниггерсами? Вы, конечно, знакомы. Но питаются здесь здоровой и полезной пищей. Продукты доставляются родителями. Другие люди проявляют благотворительность. Например, одна коммерсантка прислала разных продуктов на миллион рублей. Выращивают свои овощи в огороде. Молочные продукты дают жители села. В этот день на завтрак были творог со сливками и пирожки с клубникой. Обедом накормили нас. Лук, петрушка и укроп подаются постоянно. А еще мы ели окурошку, сделанную по всем правилам кулинарного мастерства. Грешневую кашу, пирожки с творогом, запивали простоквашей или холодным ядреным квасом. Но это было потом. Оказалось, что мы одеты не по уставу. По правилам русской старины, за столом у всех руки должны быть закрыты до кистей. На стол не облокачиваться, на чашке не склоняться, не разговаривать. Выдал нам, Игнатий Тихонович, солдатские кители, и мы, уважая их правила, принялись за еду. Живущие в лагере перед едой и после читали молитвы, потом отдыхали несколько минут. Группа детей с упоением слушала чтение главы из Евангелия студентам агроуниверситета. Старшие ушли на стройку, а помладше собирались с воспитателем на пруд. День был очень жарким, но жизнь в лагере шла своим чередом. Работали, отдыхали, молились. Несмотря на спартанский образ жизни, мы не увидели ни одного угрюмого лица, хотя и подъем был, как обычно, в половине пятого утра. Потеряевка – одно из белых пятен на карте нашей России. Феномен подвижничества живущих здесь еще предстоит разгадать. Но в одну утверждать могу – возрождается не просто деревня. Возрождается основа православных христианских заповедей, старинных русских обычаях. А пока это маленький островок духовности, людей смирных, но осознающих свое достоинство. Возможно, благодаря им и спасутся тысячи. Л. Горбулева, свет октября, 27 июля, 1996 год. Псалом 95, стих 2. «Пойте Господу, благословляйте имя Его, благовествуйтесь с один на день спасения Его». Заголовок «Истоки духовности». О православном детском трудовом лагере в Стане мы вспоминаем на страницах нашей газеты ежегодно летом, когда в Потеряевку приезжают дети со всех концов России. В начале июля начинается второй заезд. Как сказал начальник лагера Игнатий Тихонович Лапкин, нынче возникали сложности по доставке детей. На разъезде перестали останавливаться поезда. И хотя теперь по распоряжению руководства пути о сообщении должны бы останавливаться два поезда, выполняет решение только 613 состав. Представьте, ночью выйти из вагона куда-то в степь, ни вокзала, ни пристанешься рядом. И все-таки едут. Здесь мы встретились с отцом Андреем, который привез в лагерь троих. Из них двое собственные. Самые проблемные, по его словам, дети. У него их шестер из Красноярского края. Об Игнатии Тихоновича слышал давно, сказал он. Славится он своей строгостью в вопросах воспитания детей. У священников со своими детьми немало проблем. Не секрет, что чужими приходится заниматься гораздо больше. А у своих возникает некий духовный снобизм. Якобы они все знают. Надеюсь, что здесь мои дети многое поймут. Спросила отца Андрея о его впечатлении о Потеряевском лагере. Детям нравится Робин Занада. Необычные и некомфортные условия тоже по-своему привлекательны. Хорошо, что дети вращаются в православной среде. Живут по христианским законам. Ну и главное, что воспитание основано на труде. На понимании природы и любви к слабым. Все это в сочетании с активным отдыхом. Что нового в лагере? Соорудили бассейн для малышей. Нет, не такой, как можно увидеть на экране телевизора. А примитивный, деревянный. Чтобы не просачивалась вода, положили палатку, пропитанную спецсоставом, подарок военных. А дети постарше каждый день купаются в озере. Вода считается наипервейшим оздоровительным фактором и стимулом для физического развития. Во-вторых, расширили кухню. Стало более удобно повару и дежурным. Построили два подвала. Один для хранения картофеля, другой используется в качестве ледника. А детей, конечно, больше всего привлекает игра. Прижились на территории лагеря суслики и стали почти ручными. Да вот беда. Коршуны почули добычу. Ловят зазевавшихся зверьков. Начальник лагеря придумал игру в часовых. Дети по очереди снаблюдают с вышкой за появлением коршунов. В случае тревоги подают сигнал и отгоняют хищную птицу. Отдалили мыши, поставили капканы. Чего бы проще завести кошку, да бояться съесть поселившихся здесь птиц. Дети ласточки отдали всю келью. Облюбовала она это место, но и не стали гнездо разорять. А в другом помещении живет трясогуска. Так вот воспитывается милосердное отношение к братьям, к нашим меньшим. С первых дней детям может многое не нравиться. И к образу жизни и ее темпу нужно приспособиться и осознать, что все это во благо. Обычно недели две на это уходят. И все-таки дети вживаются. По воскресеньям катаются на лошадях и на лодках. Каждую пятницу собираются на костер. Пипут картошку, поют, читают стихи. Некоторые приехали в лагерь со своими велосипедами. И вот что удивительно. Здесь действует закон. Никогда не проси ничего чужого. Не унижайся. Не завидуй. Работай. И у тебя в жизни все будет. Не только велосипед. Телевизор в поселке не смотрят. Но в дом священника ходят на видеофильмы. Смотрят классические русские кинофильмы. Братья Карамазовы, Тихий Дон и другие. Из зарубежных запомнился Иуда Бенгур. В основе фильма заря первого века христианства. Столкновение зла и добра. Тьма захлёстывает землю. И все же Господь все приводит к своему концу. И свет побеждает. Говорят, фильм сильный. Питание довольно разнообразное. Выручает и свой огород. По обычаю и гостей сюда накормят. Мы попали сюда в Петровский пост. Пища подавалась постно, но вкусно приготовленная. Суп гороховый, каша пшеная, компот. Вот необыкновенные пряники и пироги с начинкой из перекрученных под солнышевых семечек. Куда добавлен сахар. А еще в качестве начинки используют морковь с сушеной клубникой или сухофрукты с сахаром и сливками, когда нет поста. Поварцким искусством славится Наташа Приходько. Вот ее рецепт пряников для кулинаров. Муку перемешивают с сахаром, в середину наливают масло, добавляют воду, гашеную в рассоле или квасе, немного воды, ванилин. Тесто делается как на варенике, затем раскатывают и в духовку. На мой взгляд, в лагере, ко всему прочему, еще закаляется и характер. Все-таки условия проживания спартанские. Да и работает здесь большую часть дня. Дисциплина очень строгая. Но Игнатий Тихонович Лапкин так и объясняет, что в лагере отдают детей тех, кто желает воспитать их православие, послушными и трудолюбивыми. Ему пишут письма и все городов России по адресу 656-016, город Барнаул-16, улица 2-я строительная, 62-16. Какими вырастут нынешние дети, побывавшие в лагере Стане, мы не знаем. Хочется верить, что искры добра и справедливости, заложенные Игнатием Тихоновичем, не затухнут со временем. А вот приезжавшие со мной школьницы из райцентра, с любопытством входившие по пятам и расспрашивающие обо всем обитателе лагеря, однозначно заявили, что жить в таких условиях они бы не смогли. Истоки духовности начинаются с испытаний. Элгор Булева. С новой строки. Председателю Алтайского краевого законодательного собрания Назарчуку АГЭ от Совета ректоров высших учебных заведений Алтая, Алтайского края и Республики Алтай. Глубоко уважаемый Александр Григорьевич, считаем своим нравственным долгом заявить о поддержке высокогуманной православно-просветительской деятельности Лапкина Игнатия Тихоновича, нашего земляка, человека, нашедшего в себе духовную силу и гражданскую волю стать на путь примирения людей в наше сложное противоречивое время. Много лет Игнатий Тихонович ведет занятия по ортодоксальному православному толкованию священного писания. Многочисленны его встречи с молодежью, людьми зрелого возраста, с военнослужащими, с теми, кто переступил закон. За всем этим бескорыстная, человеколюбивая позиция Лапкина Игнатия Тихоновича, искреннее стремление возродить в людях исконно русские православные качества доброты, любви, законопослушания, уважительного отношения друг к другу. Особенного внимания и всяческого одобрения заслуживает работа Игнатия Тихоновича Лапкина с обездоленными детьми. Его известная на весь мир потеряевка – центр средоточия праведности, милосердия и боголюбия, яркое и убедительное доказательство сказанного. Простим вас, Александр Григорьевич, поддерживать инициативу Игнатия Тихоновича Лапкина в предании потеряевке статуса сельского совета. Помогите, пожалуйста, человеку в честном стремлении возродить в людях все лучшее, что заложено природой. Председатель совета Е. Евстигнеев, ученый-секретарь В. Улейско, 26.02.98 год. Первая ездра, 9.9. Мы рабы, но и в рабстве нашем не оставил нас Бог наш, и склонил Он к нам милость царей. Заголовок. Дети из богатых семей в лагере Стани нет. Недавно довелось в очередной раз побывать в детском православном лагере Стани Потеряевки. Как известно, руководит им известный христианский проповедник Игнатий Тихонович Лапкин. О лагере Стани, о жизни детей, в нем районная газета в свое время рассказывала. Что изменилось здесь за последние несколько лет? Пожалуй, главное изменение, наконец-то, появилась электроэнергия. Нам-то, привыкшим к электроосвещению, может быть и непонятна радость в обитателе лагеря Стана. А здесь вот холодильник теперь имеется. Что уже немаловажно. Кстати, Игнатий Тихонович через газету просил передать обращение к потенциальным спонсорам. Возможно, кто-то пожертвует для лагеря еще один холодильник. Причем не обязательно новый, пусть он будет старый, но рабочий. Один списанный холодильник лагерю передали железнодорожники города Барнаула. Однако этого мало. Задумались здесь сделать для лагеря свою пекарню. Уже эти стамес раздобыли. Есть и небольшое новшество культурной жизни. Создали видеотеку из 80 фильмов. В жаркий июньский день жизнь в лагеря Стане шла своим чередом. И в строгом соответствии с распорядком. Подъем, завтрак, занятия, физический труд, купание в пруду. Когда я посещаю лагеря Стан и наблюдаю, как ребятишки ручными пилами заготавливают дрова, всегда думаю, стоило бы сюда отправить кое-кого из взрослых, чтобы научить работать как следует. Дисциплина здесь жесткая, но поддерживается на основах справедливости и христианской морали. Конечно, к Игнатию Лапкину можно относиться по-разному. Можно с этим спорить и не соглашаться. И в лагеря Стане условия, конечно, далеки от идеальных. Представители санитарно-эпидемиологической службы нашли здесь несоответствие своим требованиям. Все это так. Контингент детей здесь не совсем традиционный. Вот, например, пацан, у которого родители мотают срок. Понятно, что не заболгоугодные дела. Сам он житель Барнаула. И трудно сказать, чем бы он занимался в летнее время в городе. Детей из преуспевающих и богатых семей в лагере Стане нет, говорит Игнатий Тихонович. Это объяснимо. Они привыкли к иному отдыху и иному времяпривождению. Вот и еще один мальчишка. Отца нет, мать спилась. На летний период его взяли под опеку в лагере Стане. Всего в конце июня здесь разместилось 29 детей. И у многих судьбы складываются непросто. Вэри Тунский, фотоавтора. Свет октября, номер 75 и 30 июня 1998 года. Второе, Коринфянам 6.9. Мы неизвестны, но о нас узнают. Нас почитают умершими, но вот мы живы. Нас наказывают, но мы не умираем. Ефесянам 6.4. И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем. Второзаконие 6.7. И внушай их, в скобках заповеди Господа Бога нашего Еговы, детям твоим и говори о них, сидя в доме твоем, идя дорогою и ложась и вставая. Заголовок «Возвращение Потеряевки». Потеряевка, само название деревни предполагает ее оторванность от внешнего мира. Так оно и есть на самом деле. Неоднократно, бывая в Потеряевке, я всегда добирался до нее с трудом. Чаще всего спрыгну с поезда на маленьком разъезде под Степной. Шел 4 километра по раскисшей после ливня полевой дороге. Если везло, то ехал на редакционном УАЗе. Долго выясняю устречную дорогу. А они, не понимая журналистского интереса к попам, так называют, потеряются в окружающих деревнях, с неохотой указывали направление. На сей раз, свернув с асфальтированной трассы, наш автобус моментально увяз в черной грязи. И если бы не подспевавший с Потеряевки грузовик, нам еще долго пришлось бы его толкать. Мы совершаем своеобразную экскурсию. Спускаемся в подвал. Раньше сюда был сделан тайный лаз, заваленный землей, дровами и бревнами. Каждый год сотрудники КБ ходили с шупом, пытаясь найти лагерь, но бревна им сдвигать не хотелось. Уж больно и лениво смеется Игнатий Тихонович. Но даже сдвинув бревна, раскидав дрова и землю, найдя лаз, они обнаружили бы самый обыкновенный погреб с картошкой. Но стоило выбрать картошку, как с одной стороны поворачивалась стена, и открывался сводчатый подземный тоннель с деревянным полом, светильниками на стенах. Тоннель стаканчивался большим помещением под земной церковью. Создавая тоннель и церковь, работали верующие по ночам, долбили грунт, вытаскивали наверх ведрами. Сейчас здесь все обыденно, как в каком-нибудь овощехранилище. О том же, как молились верующие подземные церкви, теперь можно узнать, лишь посмотрев документальный фильм, снятый режиссером Ю.Н. Малашином. Сейчас у нас свобода вероисповеданий, нет больше гонений, сидя на бревнах и наблюдая за жизнью лагеря, бегают ребятишки, занимаются своими делами взрослые. Странные ощущения, будто я попал в 18 век. Женщины и девочки все в платочках и длинных юбках, у мужской половины рубашки на выпуск, пояски, все мужчины с бородами. Только бейсболки на головах у некоторых напоминают о веке нынешнем. Детей в лагере иногда бывает до сотни, со всех уголков страны. В мой последний приезд здесь была большая группа из Красноярского края. В основном дети верующих. Многие из трудных семей, бывают из детских домов. Игнатий Тихонович берет на воспитание всех. За время осуществования лагеря здесь были немцы, евреи, грузины, цыгане, греки, казахи, русские, украинцы. Не разделяясь здесь и по религиозным убеждениям, бывают дети баптистов, пятидесятников. Самое главное это их стремление к вере. Плата за пребывание в лагере минимальна. Да и видя из каких семей привозят детей, Игнатий Тихонович многих берет бесплатно. Да еще каждому ребенку старается здесь подарить что-нибудь из одежды или обуви. Жизнь в лагере расписана по утвержденному уставу. Подъем с восходом солнца. Почему так рано? Чтобы встретить первые лучи солнца, пробежаться босиком по росе, умыться в студеной водой, быть в единении с природой. Над головой проносятся ласточки, перебегают дорогу суслики. Все это западает в память ребятишек. Лелеет и в их душах ростки уважительного отношения к окружающему миру. В лагере проповедуется не только слово Божие, но и учение о здоровом образе жизни. Единение с природой, свежий воздух, водные процедуры выдают прекрасные результаты. За все время существования лагеря не было случаев каких-либо серьезных заболеваний. Хватает детям и развлечений. Есть у них спортивная площадка, сделанная своими руками из подручного материала. Здесь имеется все, что необходимо для физического развития. Качели, канаты, турники, городочная площадка. Я искренне смеялся, глядя, как малыши осваивают ходули. Ребята постарше играли вместе с девчонками в футбол, бадминтон. А еще в списке развлечений, катание на лошадях, на лодках, купание, сбор ягод и грибов. По пятницам разводят большой костер. В лагере прекрасная видеотека. Последним фильмом, который смотрели дети, оказался Титаник. Обязательно в лагере ежедневный труд. Надо воды принести и дрова напилить. Девочки помогают в столовой на кухне. Все при деле, все осознают важность своей работы. В столовой бросилось в глаза разделение детей. Сначала едят мальчики и только после них девочки. Врусь купаются в пруду. Все остальное время дети вместе. Если цена девочки рубль, то мальчишка 10 рублей, говорит Игнатий Тихонович. На мужчину возлагается все. Жилище, защита, кормление. Мы постоянно подчеркиваем это, давая понять, как девочки должны относиться к мальчикам. Мальчики же должны относиться к девочкам со всяким благоговением. В этом выражено стремление привить целомудрие, стыдливость, послушание. То, на чем всегда воспитывали русского человека. Самое большое наказание для провинившегося запрет на приезд в лагерь следующим летом. Сейчас в Потеряевке появилось многое. Это уже настоящая деревня. Есть здесь электрищество и телефон, медпункт, начальная школа, церковь, строятся добротные дома. У многих домов стоят автомобили и трактора. Среди живущих в лагере люди различных специальностей. Врач, учитель, священник, агроном, электрик, компьютерщик, механизатор. Все они живут своим подсобным хозяйством. Для всех закон, общин и устав. А главное, что их объединяет вера в Бога. Все здесь доброжелательны и общительны. Каждый день все потеряются и собираются на службе в храме. Молитва, работа. Работают здесь много, до самого позднего вечера. Работа во славу Господа. Конечно, и отдыхают по воскресеньям и церковным праздникам. На одном из праздников обряде крещения удалось побывать и мне. Готовятся к нему весь год. Желающие пишут заявления о крещении. За них поручаются поручители. И с этого момента они становятся оглашенными. И если оглашенный где-то оступился или сам почувствовал, что не готов креститься, то священное таинство отодвигается для него на целый год. Вечером, накануне крещения, проходил совет общины, на котором наиболее уважаемые люди заслуживали каждого из оглашенных и их поручителей. Каждого разбирали очень долго. Указывали на малейшие недостатки. Среди оглашенных было несколько человек зрелого возраста и несколько молодых. В основном девушки, студентки барнаульских вузов. Одна студентка социологического факультета АГУ. Другая светфака аграрного университета. Третья учится на педиатрическом факультете АГМУ. Есть будущие экономисты. Все они учатся на старших курсах и пришли сюда осознанно. На следующий день, 12 июля, состоялось крещение. Потеряются и обитатели православного лагеря Стана долго молились в церкви. А затем начался крестный ход к пруду, где и проходило основное ритуальное действие. Тихая прозрачная вода приняла с помощью отца Иоакима оглашенных свои объятия. На берег они возвращались крещенными и счастливыми. Непосвященному может показаться, что все легко и просто. Захотелось кому-то возродить деревню, и она, как по мановению волшебной палочки, возродилась. Да и еще такая благополучная, в которой не воруют, не курят, не пьют, не матерятся, а живут так, когда и Бог всем бы нам жить. Но каких трудов стоило возрождение деревни, знают только братья Лапкины. Только они знают, сколько пришлось пройти бюрократических перепон и сколько еще предстоит пройти. Государство, похоже, не очень-то приветствуется восстановление Потеряевки. То комиссии наезжают, то местные власти с земли урезают. Вот недавно удалось отвоевать разъезд под Степновский, который хотели закрыть. Лишив жителей Потеряевки единственной надежной транспортной артерии для связи с внешним миром. Да и жители ближайших деревень не всегда понимают Потеряевцев. Не нравятся им их добрые дела. В одну из ночей загубили у них лошадь. Воткнули в ей спину металлический штырь. Игнатий Тихонович как-то расчистил у дороги родник. Табличку сделал, чтобы знали путники, где жажду утолить. На кружку для них установил. Кружка исчезла на следующий день. Он остановил новое, прикрывал на цепочке, но результат был один и тот же. Теперь у родника кружка не оставляет. Похоже, без божника превоспитать трудно. И кружек на них не напастешься. А остается потеряевцем неженедельно чистить роднику дороги, чтобы вода в нем была всегда в кристальной чистоты. И вот я дома. Город встретил меня гарью и шумом. Слух резал отборный мат из уст подростков и красивых девушек. Росыпи окурков. Старшее поколение в поисках опохмелки. Я вернулся в цивилизованный мир. Владислав Галенко. Мы и здоровье. Страница 34. 1999 год. Российское здоровье. 27-10-98 года. Страница 1 по 13. Заголовка. Жизнь потеряевской общины без зеленых прикрас. Что мы знаем об Игнате Тихоновича Лапкине? Несколько лет назад о нем трубили чуть ли не на всех углах. И в газетах, и на телевидении, и на радио. Пострадавший от страшного тоталитарного режима и севший в 80-х в тюрьму за проповедническую деятельность. На фоне событий этих лет, краха коммунистической идеологии, расцвета демократии, когда любой, объявивший себя принципиальным антикоммунистом, автоматически становился популярным. Тогда судьба Лапкина виделась многострадальной и героической. Так, наверное, все и было. Факт очевидный. Человек был арестован за свои убеждения. У него была конфискована аудиоаппаратура, на которой тиражировались проповеди. В скобках. Далее, во всей статье допускается грубейшая ложь и 47 раз неправда. Статья снабжена рисунком, где стоит черт в маске, сложивший по сектантские руки. Дефидиай в рисунок А. Курдюмова. МК на Алтай, 27.05.3.06.99. Бытие 12.3 Я благословлю благословляющих тебя и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные. Притча 27.11. Будь мудр, сын мой, и радуй сердце мое, и я буду иметь, что отвечать злословящему меня. Заголос.